Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вы спрашиваете о том, что делать, как правильно себя вести, если ребёнку обещают другие дети на детской лошадке. Всё это заключается в том, что вам, как родителю, в первую очередь нужно обратить внимание на то, что вы говорите нам. Что вы говорите нам. Да, нам. Вот. Вся проблематика заключается в том, что мам – это слияние с ребёнком. Нет никаких мам. Есть вы, ребёнок. И если ребёнка обещают, значит, что-то в его поведении, ну, вызывает такую реакцию со стороны детей. Ну, помимо того, что дети, в принципе, достаточно жестокие и такое часто бывает, младшего ребёнка, вероятно, видят слабым, младшего ребёнка, вероятно, видят. Как-то вот. Объектом для подобных проявлений и так далее. И, соответственно, данной модели поведения ребёнок мог научиться только у вас. Только ваша семья. К сожалению. Больше он, ну, нигде научиться этому не мог. К моему большому сожалению, да. Вот. Поэтому ваша задача определить, что именно в вашем поведении, как бы, провоцирует, значит, взаимодействие. В ребёнке такие элементы, значит, взаимодействие, да, которые вызывают желание обижать. Ну, повторюсь. Уже сейчас есть проблемы с разграничением. То есть вы не разграничиваете себя и ребёнка. Это первое. Второе. Важно, конечно, понимать, какого ребёнка пола. По-моему, вы не пишете, какого ребёнка у вас пол. Мальчик или девочка. В зависимости от половой принадлежности. Разные, в принципе, ситуации. Разные рекомендации. Вот. Например, в частности, если это мальчик, то, ну, как бы, нужно больше взаимодействовать с отцом, если это мальчик. Вот. И если это девочка, то, соответственно, тут немножко другие моменты, то, как девочка себя ведёт, очень важно. Вот. И, соответственно, остальные элементы. Вот. Ну, вот худшее, 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 самое худшее, что вы можете сделать для своего ребёнка, это как-то вот демонстрировать, значит, ему и другим детям, да, ему и другим детям, что вы, грубо говоря, участвовать в жизни своего ребёнка. Вот. Дети, надо сказать, этого очень не любят. Когда родители показывают, что они участвуют в жизни кого-то из них, и такого ребёнка, ну, к сожалению, или такого ребёнка не очень, жалуют. Такого ребёнка не очень хорошим чувствуют. Вот. А-а-а-а, соответственно, соответственно. На самого ребёнка это производит впечатление такое достаточно, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такую, я бы сказал, возможность быть самостоятельным. Вот, то есть вы оказываете своему ребёнку, к сожалению, медвежью услугу, тем что пытаетесь как-то себя вести в этот статус. Ваш ребёнок не может дать отпор в этой проблематике основной. И я надеюсь, что вы отдаёте себе отчёт о том, что это проблема в какой-то степени, повторюсь, это проблема ваша. Это не проблема детей, это не проблема даже их родителей, это проблема именно вашего поведения по отношению к, ну, проблемам вашего отношения к рыбинку и вашего поведения. Возможно поведение в какой-то степени жертвенное, возможно поведение в какой-то степени такое вот провоцирующее. И в первую очередь нужно поработать с ним, вот. Повторюсь, первое это разграничение себя ребёнка, второе это выход из жертвенной модели поведения и третье это начало трансляции ребёнку несколько других идей, несколько других ценностей, которые как бы, ну, более такие, скажем, самостоятельные, наверное, более жизнеспособные, скажем так, вот, и это поможет ребёнку научиться в жизни своей полагаться только на себя потихонечку. Понятно, что есть определённые градацы, если уж там начинается драка, если вы видите угрозу здоровью ребёнку, то понятно, что ни в коем случае нельзя стоять в стране, но как бы свои действия нужно ограничивать только лишь каким-то таким, ну, грубо говоря, удержанием, да, грубо говоря, сдерживанием, но никак не корректированием, никак не направлением куда-то, потому что этим вы можете сделать только хуже. и хуже в первую очередь ребёнку вашу. Вот, это то, что можно вам сказать, то, как можно вам ответить на вопрос, который вы задаёт. Я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи!